Профессиональный праздник – это всегда повод для гордости за свою работу, когда все вокруг как-то особенно начинают ценить твои профессиональные заслуги. День парикмахера в этом году представители индустрии красоты отмечали креативными показами сразу на нескольких площадках. Наконец-то есть такая возможность собраться с представителем индустрии красоты в одном таком творческом большом пространстве, чтобы отпраздновать свой день. Ведь не секрет, что все парикмахеры, все праздники стоят за своим, можно сказать, станком, всегда с феном, с расческой, с лаком и делают нашу жизнь, наши праздники красивыми, но сами не успевают отметить ни Новый год, ни 8 марта. Поэтому родилась такая идея, она уже много лет поддерживается профессионалами, мы решили, что в Челябинске тоже нужно отметить такой праздник, поэтому этот праздник создали и получили большой отклик, все очень рады и очень много людей собралось. Хотелось бы, чтобы действительно стал традиционным, потому как надо растить наше поколение, надо встречаться. Раньше мы друг друга узнали, потому как действительно проходили конкурсы, их было достаточно много в районе, потом это было в городе, потом это была область. Сейчас у нас достаточно редко стали проходить конкурсы, и мы действительно мало встречаемся на каких-либо таких кусочках. Давно поутилли вот эти большие события, а эти события очень важны для творческих людей. Это же рост их потенциала, это творческие способности. Несколько сотен гостей из Челябинска и городов области приятно проводили время, делились опытом и творческими успехами индустрии красоты. Надо как-то развиваться, мне кажется, общаться больше между собой, людям с одинаковой профессией. Много клиентов поздравляют, друзей поздравляют, родные, соответственно, да, конечно, всегда собираемся в кругу друзей и близких. А в городе Магдагорске события такого масштаба нет. Раньше профессиональным праздником парикмахеров считался День работников бытового обслуживания населения. Но со временем эта профессия вышла за рамки сферы услуг и заняла своего рода промежуточное положение между ремеслом и творчеством. Остается надеяться, что традиция отмечать этот праздник красочным шоу будет продолжена, и наши мастера смогут проявить себя не только в работе с клиентами, но и в творчестве.